Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде, и сегодняшний ролик я веду из-под моста в Бруклине. Да, почему бы не снять ролик из-под моста в Бруклине? Многие думают, что, приехав в Канаду либо в Америку, вы будете жить вот в таком примерно месте. Поэтому я решил, так сказать, подснять ваши будущие хоромы на территории Канады либо Америки. Дорогие друзья, сегодняшний ролик будет интересный. Сегодня мы поговорим с вами про провинцию Квебек. Квебек, Квебек, как неважно она называется, вы сами прекрасно понимаете. Правильное название данной провинции. Так вот, у данной провинции катастрофически не хватает рабочей силы. Данная провинция, ну, не очень довольна тем фактом, что они не могут себе нанять сотрудников побольше за рубежа. И бизнес-комьюнити, ну, грубо говоря, все те, кто занимается бизнесом на территории данной провинции, начали пинать правительство Квебека и говорят, решайте проблему. Это реально проблема. Нам нужны сотрудники, мы не можем себе нанять сотрудников. Что делать? Помогите, пожалуйста. Это просто дурдом, как говорят они. Ну, давайте так. Зайдем на сайты по поиску работы, выделим Квебек, посмотрим, кто там нужен. Там нужен низкоквалифицированный персонал. Но вы прекрасно все понимаете, что низкоквалифицированный персонал, он такой же, как и другой персонал, то есть там высококвалифицированный. На всех них надо оформлять документы, на них на всех надо делать LMA, рекламу делать, вакансии и тому подобное. То есть не каждый квебековчанин будет заморачиваться, забирать себе сотрудника из-за рубежа. А нужны, нужны сотрудники, потому что многие не хотят работать в низкоквалифицированной сфере труда. И в итоге правительство Квебека разродилось, сделало три послабления, о которых мы сегодня с вами поговорим. Кстати, сразу вам хочу сказать, что всю информацию, которую вы сейчас можете слышать из этого арта, вы можете найти на официальном сайте. В ссылках в описании я оставлю ссылочку, вы можете сами посмотреть и ознакомиться. Дорогие друзья, начнем? Не слышу. А, кстати, да, минуточка внимания. Мне подписчик один написал, что он отпишется от меня, если я еще буду дальше куда-то путешествовать. Я должен, по его логике, сидеть в одном месте, желательно где-нибудь на территории Канады. Ну, логично же, ты же на территории Канады, ты же вещаешь про Канаду, ты можешь жить только на территории Канады. Так вот, если вас не устраивает то, что я езжу по миру, по миру катаюсь, если вас что-то в этом бесит, пожалуйста, лучше отпишитесь, потому что я путешествовать не перестану. Ну, а теперь поехали, начинаем. Ну, опять же, повторюсь, всю информацию, которую я вам говорю, вы можете найти в официальных источниках, я ничего не вру, нигде не привираю. Поэтому, сразу еще раз повторюсь, если блогер вам говорит какую-либо информацию, но не подкрепляет это ссылками, реальными ссылками на официальные сайты правительств Канады, там, правительств регионов Канады, на официальный сайт правительства иммиграции Канады и тому подобное, значит, блогер, скорее всего, вам что-то придумывает, это все неправда и лучше его не слушать. Так вот, начнем. Начнем. После консультации с экспертами по рынку труда Квебека, Квебека добавил более 30 новых профессий, которые будут иметь право на упрощенное оформление рабочей визы в рамках программы временных иностранных работников. Список подходящих профессий для упрощенного оформления рабочей визы в рамках программы временных иностранных работников был опубликован 2 ноября Министерством труда. И в лице министра труда, исправляющего, исполняющего обязанности министра миграции в пресс-релизе, который был также опубликован 2 ноября. Ссылку на список этих профессий я оставлю под роликом, потому что я не вижу смысла тратить ваше драгоценное время на перечисление наименований профессий. Их там 30 только по упрощенной системе, плюс еще дополнительный список есть для тех, кто может в более простой форме получить визу. Там, короче, можете зайти на сайт, я вам в ссылках в описании оставлю, почитайте. Что говорят они? В результате консультации по отраслям и профессиям, определенным правительством Квебека для реализации этих изменений, был достигнут консенсус, направленный на упрощение наима временных иностранных рабочих. Сказал министр труда Квебека в своем, кстати, пресс-релизе, который вы тоже можете почитать на официальном сайте правительства Квебека. Какие же упрощения нас с вами ждут? Смотрите, в первую очередь нас ждет увеличение порога иностранных рабочих в бизнесе с 10% до 20%. На сегодняшний день по законодательству Квебека у владельцев бизнеса может быть нанято только 10% иностранных рабочих от общего числа работников, которые работают в компании. Ну, утрированно работает 100 работников, из них только 10 могут быть иностранных. Так вот, эту квоту собираются увеличить до 20%, то есть увеличить ее в два раза. Следовательно, в два раза больше можно будет нанимать себе сотрудников из рубежа. И в этом не будет никаких проблем. Следующая квота, следующее, так сказать, послабление, которое мне очень понравилось, знаете какая? Это возмещение 50% затрат на организацию найма иностранного рабочего, оплаты рекрутинговых агентств, юристов и нотариусов. Но, к сожалению, не более 1200 канадских долларов на компанию, ну, то есть на факт найма сотрудника. Это делается с чего? Из-за того, что многие компании самостоятельно не ищут себе работников. Многие компании в Пвебеке обращаются в рекрутинговые агентства, которые находят себе, вам, им сотрудников из-за рубежа. Потом же нужно же еще заплатить, наверное, юристу денег, потому что, как вы прекрасно понимаете, вы, как будущий иностранный работник, не обязаны платить за юристов, не обязаны никому платить за то, чтобы вас взяли на работу. Фактически, оплата лежит на вашем работодателе. И дабы помочь работодателю сэкономить немножко денег, было придумано вот такое вот решение, по которому 50% от общего числа, так сказать, затрат на вас будет покрыто правительством Пвебека. И следующее, самое-самое на сегодняшний день главное послабление, которое, я считаю, что оно просто поможет многим людям спокойно переехать в Пвебек. Начнем. Это отмена требований о рекламе LMA для некоторых профессий. На сайте, который я оставил в ссылках в описании, вы можете найти перечень этих профессий. Также, повторюсь, вы зайдите туда сами посмотрите, не буду я сейчас сидеть вам профессии все зачитывать. Так вот, на сегодняшний день для того, чтобы начать подготовку LMA, это документ, который нужен для того, чтобы нанять вас из-за рубежа, компания должна показать, что она искала сотрудника на территории Канады в течение плюс-минус двух-трех недель. Квебек предлагает отказаться от данного требования. Фактически, если компания в Квебеке нуждается в сотруднике из-за рубежа, то им не надо больше тратить время на поиск сотрудника на территории Канады. То есть, они хотят отменить данное требование, что очень круто влияет на будущее. Почему? Потому что многие компании, ну, как бы, знаете, честно вам сказать, не хотят заморачиваться с этим, потому что искать вот сотрудника на территории Канады, да, там, выкладывать объявления, потом доказывать правительству Канады, что они искали этого сотрудника на территории Канады. Вот, и если они от этого открестятся, если они этот момент уберут, то, знаете что, знаете что, вы сможете легче и быстрее уехать на территорию Канады. Потому что подготовка LMA это долгий процесс, и включает он только в себя минимум 2-3 недели рекламы должности для того, чтобы показать, что они потом не нашли себе сотрудника на территории Канады. А после изменения этих, которые будут внесены и скоро, я сейчас тоже подробнее расскажу об этом, большинству профессий, которые есть в списке, которые есть в ссылках в описании, можно обращаться в компании в Канаде и говорить, ребят, не надо вам никакой там рекламы LMA делать, не парьтесь, можете меня брать просто так на работу. Предложение, которое я сейчас говорю, вот эти все три послабления, уже подано федеральное правительство Канады, и ожидается, что это соглашение будет одобрено в течение нескольких недель. После утверждения федеральным правительством новых мер, вот этих правил, о которых я вам сейчас сказал, эти правила будут действовать, внимание, до декабря 2023 года. То есть фактически у вас сейчас пока есть время на то, чтобы подготовиться и постараться себе найти работу в Квебеке. Сейчас мой дорогой подписчик начнет орать, Квебек, ты что, там же все на французском, я французский язык не знаю, какой кошмар. Ужас, ужас, ты что, Ваня? Ну, давайте будем объективны, да, с точки зрения закона официальным языком Квебека является французский, но никто не запрещает вам на английском языке разговаривать и изнесяться. Кроме того, вы же все прекрасно понимаете, что, в принципе, и английский язык тоже является, ну, так сказать, он неофициальный, но он тоже вот как бы приветствуется на территории Квебека. Поэтому даже если у тебя, мой дорогой подписчик, нет французского языка, но есть английский, посмотри Квебек, посмотри Квебек, я думаю, вы что-то себе найдете. Кроме того, как мы все прекрасно понимаем, в Квебеке сейчас нехватка рабочей силы, особенно нехватка рабочей силы в сфере низкоквалифицированного труда, а следовательно, не будут они выеживаться и говорить, фу, да ты только на английском разговариваешь, нам не нужен такой уборщик. Это полная чушь, согласитесь. Так вот, бизнес-сообщество Квебека с нетерпением ждет этого шага, и они широко рекламируют, и этот шаг широко рекламируется, как один из ключевых решений проблемы нехватки рабочей силы на территории Квебека. Но теперь, следующий шаг, ребяточки, следующий. Бизнес-сообщество теперь призывает федеральное правительство действовать быстро и как можно скорее начать процесс международного найма сотрудников из рубежа, чтобы получить рабочую силу, в которой они так отчаянно нуждаются. А знаете, что будет следующим шагом? Уже об этом говорят. Они говорят о том, что, ну, то есть, компании Канады, бизнес-юниты, сообщества, они пушат, пинают правительство Квебека. Знаете, зачем? Они говорят, слушай, ну хорошо, а теперь давай с эмигрантами решай. Так вот, мне кажется, что нас ждут скоро еще какие-то интересные вещи, связанные с эмиграцией, именно с эмиграцией в Квебек. И, скорее всего, ну, знаете, я иногда вангую, иногда у меня получается угадать что-то, иногда нет. Так вот, давайте попробую угадать. В ближайшее время нас ждут какие-нибудь программы в Квебек для низкоквалифицированных сотрудников, либо для сотрудников, которые работали на территории Квебек на низкоквалифицированной работе. Дорогие друзья, в принципе, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я надеюсь, что-то интересного я вам рассказал. А, кстати, прикиньте прикол. Вчера шел вечером домой, значит, из магазина, и нашел, знаете что? Я просто был удивлен. Это сейчас я вам... Это не маску, не маску, не маску. Сейчас покажу, смотрите. Можете и верить, можете не верить. Я нашел 50 долларов примерно, плюс-минус. Просто валялись на полу. Понимаете, вот Америка, страна возможностей. Просто идешь и находишь 50 баксов. Да, мне кажется, даже больше, чем 50 тут. Или 50 примерно. Вот, короче, просто нашел. Просто валялись. Причем я так постоял, думал, может, хозяин придет. А это было около магазина. Я зашел в магазин, спросил, может быть, по камерам посмотреть, типа, чьи деньги, чтобы вернуть. На что мне сказали, чувак, забей, забери себе, либо раздай бедным. На сегодня все, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал. Хорошего дня. Пока.